здравствуйте дорогие друзья вот и наступила осень как мы все видим идет дождь настроение уже осеннее не то летнее веселое которое было но тем не менее я продлю вам немножко лета я выложу свой поиск не летний опрос впервые я проводил опрос из другой страны солнечной курортной какая у вас возможность или дети вот эти пляжи видите пустынные пляжи которые как будто бы не тронуты вот таком виде они буквально еще может быть мне кажется водика 23 простоят поскольку эта земля уже выкуплена скоро здесь будут находиться у нас отели поэтому последние скажем такими вот без две дикие пляжи дикие пляжики напоминаю амелия бич после него мы немножко проезжаем дальше будет холидей парк десерт итак мы начинаем поехали почему вы все-таки решили приехать турцию они патриотично духовно в крым и сочи ну сервис не налажен как бы его ты по сути у нас слишком дорого получается вот здесь здесь пиво бесплатное пол эксклюзив да я шучу вот а давай заново давай по новой миша нарежется бро ну блин ну как почему но типа блин чем мы там не видели здесь все-таки как-то поинтереснее сервис налажено ну у нас как-то так экзотика да здесь все-таки ну типа того да там все-таки россия да там не то чтобы россия просто хочется более-менее качественнее здесь средиземное море оно гораздо теплее я такого моря в жизни свою не видел ну очень теплое то есть как бы в этом плане вообще прям респект вот и чистое а вот что говорят вот те кто ездит в турцию там в тунис другие страны типа не поддерживают отечественный туризм там не патриоты якобы как вы к этому относитесь да нет ну людей свое мнение как хотят как бы рассуждать сколько людей столько и мнений как бы я ничего против не имею просто дело в том что ну действительно у нас слишком дорого отдыхать это вот действительно так как совсем с ума сошли что а вы что скажете ну если в целом обо всем то ну отдых он для каждого наверное индивидуален для меня в первую очередь там для моей семьи ну я искал для себя отдых с пальмами максимально зелено и чистенькое море к сожалению ну в рашке у нас ну море загажено будем говорить своими словами там ну люди подгадили его может это американцы все делают гадят байден приезжает и наше море гадит хиллари клинтон хиллари клинтон билан сейчас байденом во всем принято обвинять а билану билан нафига ты изгадил море черное море было клевое когда то наверное дмитрий билан если вы смотрите пожалуйста исправьте это чтобы мы россияне могли ездить на чистое море а не на как вы сказали не если сказать в целом об отдыхе ну в первую очередь наверное ты задумываешься о расходах и здесь зачастую что то дешевле и доступнее ну чего то в россии нет здесь очень красивое море невероятно чистое приходится мириться с погодой а нас здесь очень жарко но опять же мы приехали в такое время что тут добавишь потому что более привычно как то здесь уже сто раз были и ну комфортнее безопаснее дешевле вот приятнее атмосфера приятнее виды я не знаю как то российские курорты не не заманивают ничем таким особенным а тут просто как такая вот уже доверенная привычная экспериментировать не хочется как же вот патриотизм надо говорить давайте патриотизм отрыхать дома правда дорого получается патриотизм что патриотизм дорого получается да и к тому же патриотизм это же не просто слепое слепая любовь к родине а это же как бы в том числе и здравая критика ее и если все меньше и меньше людей начнут ездить на дорогие курорты наверное их сделают дороже дешевле и еще лучше и тогда больше людей будет приезжать и к нам из зарубежных стран и мы будем ездить на наши курорты так что вот здесь все нравится да в целом нормально да здесь все привычно хорошо и качественно хорошо да отдохнуть вы че с ума сошли что ли пару слов скажите об отдыхе в Турции хороший отдых хорошая семья море теплое море классное вообще так россиян много вот в Турции не знаете вроде сочи Крым есть они сюда едут все равно не знаю нравится наверное море лучше красиво все больше нечего добавить потому что захотелось немного избавиться от грустных русских лиц которые наполняют нашу страну но к сожалению это не совсем вышло и здесь а как раз попали да когда резко разрешили Турцию да и все все ринулись сюда да ну и в Крыму как-то не знаю не кошерно что ли Турция она из Турции но еще цена да наверное влияет роль там получается я не смотрел если честно про крымские цены я смотрела цена качества не соответствует на мой взгляд эти божьи коровки все вот эта хрень да я видел тоже видеокадры оттуда это ужасное конечно было стихийное бедство какой отдых может быть в Рыше ну типа нет ну не правда какой курортный отдых может быть в России я считаю никакого ну я не согласна ну я лично мое мнение вот я может быть может быть он и может быть но за очень-очень большие деньги ну да да то есть мне кажется в те же Эмираты или на Мальдивы можно съездить чтобы заплатить за отдых в России ну если ты пол лимона выложишь то в принципе наверное тебе устроят нормальный сервис ну вот я когда был в турагентстве говорят люди выкладывали по 500 тысяч за Крым и Сочи чтобы на All Inclusive попасть ну это ужас представляете какой шикарный отдых можно было за меньшие деньги устроить даже вот на Мальдиву можно лететь да даже сюда если за 500 тысяч прилететь мне кажется тебя просто на руках будут как короля носить мне кажется тут еще надо поискать отель где такие цены есть за 500 тысяч да 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 есть кстати с виллами вот с этой всей историк а утопия что-то вроде утопии да там да 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 Турция кайф не знаю море средиземное во-первых они черные неоголимые так что черное просто грязное грязное мерзкое отвратительно загрязненное море какой-то я хейтер я хейтер не боитесь да что вас не в патриотизме сейчас обвинят нет в принципе не патриот не наш я люблю своего президента хорошо да нормально пару слов скажите об отдыхе да в целом в целом пойдет как бы отель конечно так себе может быть из-за ковида но больше вывозит атмосфера люди люди хорошие да да а почему вот не Сочи не Крым а вот Турция ну потому что те же деньги только другой сервис все лучше да здесь ну конечно ясно там нечего ловить там тоже дорого но качество отдыха так себе как вам отдыхается здесь ой хорошо только маловато развлекух после 12 вот после 12 да ну да до 12 нормально потому что с детьми круто а после 12 когда хочется посидеть в компании особо делать нечего а как вот почему Турция а не Крым Сочи там Анапа Геленджик ну наверное в ожидании лучшего сервиса мне кажется что Крым Сочи еще пока такого сервиса не может предоставить либо может предоставить возможно за баснословную какую-то сумму ну то есть это не общедоступно не смогли да так создать в России такой доступный как в Турции да сервис ну мне кажется что да да немножечко другой подход и восприятие и еще плюс ну лично по мне Черное море не самое лучшее море ну да да согласен да Черное море точно не самое лучшее да есть альтернативы всякий Каспий Азов но мне кажется из трех зол выбирать меньше это Черное море поэтому если есть возможность на какое-нибудь другое то лучше на другое почему выбрали Турцию а не Крым Сочи Анапа Геленджик минеральные воды короче если почитать финансы которые уходят в Сочи или в Крым то можно на эти деньги слетать в Турцию куда-нибудь в космос и заказать роллы поэтому роллы в космосе да 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 не боитесь что вас обвинят не патриотизм нет я же вернусь на родину Путин forever да но люблю Турцию оказывается как оказалось да да Hi Hi How are you? Fine, you speak English? Very well Very well Very well It's me speak from my heart So What do you think about so many Russians now in Turkey? постоянно отдыхают Почему так? Почему? Потому что у нас тепло тут понимаешь море А почему они в Крым и Сочи не едут, а сюда в Турцию? Ну тут люди приятные понимаешь не злые еда вкусная погода так шикарная везде зеленые понимаешь еда вкусная погода да девочки шикарные в Турции россиян в Турции много потому что они приезжают за приятным морем за качественным сервисом за то что люди любят вокруг радует глаз то есть девочки красивые девочки красивые приятные люди все довольные счастливые цены хорошие цены да цены очень хорошие особенно в этом сезоне за счет ковида очень многим пришлось пересмотреть свою ценовую политику просто ну то есть для того чтобы выжить на рынке согласен цены кожа да тоже цена да кожа да кожа сейчас намного ниже чем в предыдущие года то есть за счет ну опять же говорю это все скорректировал ковид да то есть весь мир потрепал Турция не исключение туризм тоже как бы сильно пострадавший одни из первых кто пострадал почему вот турки могут так снижать цены вот для туристов а вот российские курорты Сочи и Крым даже под угрозой того что они могут потерять туристов которые едут в Турцию вместо Сочи и Крыма все равно не снижают цены знаете в Турции ценовая политика вырабатывалась годами конкуренция заставляет это сделать просто настоящая живая конкуренция люди понимают что если ты не предоставишь качественный сервис за доступные цены это сделает кто-то другой это здесь очень развито поэтому это вместо Крыма и Сочи сделала как раз Турция это сделала Турция просто если это не делает кто-то другой это делаешь ты то есть рынок сейчас настолько глобален что невозможно всех закрыть да сейчас с ковидом закрывают но это ненадолго люди все равно находят возможности поехать туда где им комфортнее качественнее и дешевле понимаешь нормальный отдых приезжайте в Турцию скажите а почему вот именно Турцию а вот не Крым, Сочи там Адлер Геленджик ну все таки сервис получше здесь чем у нас вот многие россияне вот прям вот хлынули говорят как разрешили вот покупали путевки вот Крым, Сочи и меняли потом на вот Турцию с чем это связано все таки ну я думаю все таки с сервисом да и море получше здесь чем черные класс все таки в целом в Турции получается лучше чем наше Турцию ну это сто процентов лучше чем у нас но есть места конечно получше а на этом у меня все друзья все хорошее рано или поздно заканчивается как и мой опрос я обязательно еще сюда вернусь вот и но и в